В Самаре разработают программу по капремонту объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков посетил Самарский, Кировский и промышленные районы и проверил качество подачи тепла. И почти все проблемные адреса в историческом центре города объекты культурного наследия. Также Иван Носков проверил состояние школы 156, поэтому объекту подготовит проект ремонта всех помещений. Помимо этого он встретился с инициативной группой по улице Ново-Вокзальной. Вместе они обсудили, что на участке от Московского шоссе до улицы Новосадовой планировали построить дорогу, но если ее возведут, то дорога будет располагаться слишком близко к домам. Иван Носков успокоил жителей и отметил, что из-за большого количества коммуникаций, проходящих под землей, строительство невозможно. В Самаре на этой неделе проведут ремонтно-профилактические работы с кратковременными отключениями холодной воды. Как уточнили в ресурсоснабжающей компании, 12 ноября с 10 утра до часу дня ограничат холодное водоснабжение по адресу улицы Гастелло, 35А. 13 ноября с 10 утра до 4 часов вечера холодная вода не будет поступать по адресу проспект Металлургов, 23. Список работ может быть скорректирован. В Самарской области из пожара спасли 400 свиней. Как уточнили спасатели, в селе Кенель-Черкасса горела ферма на площади 60 квадратных метров. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Напоминаем, в Самаре 11 и 12 ноября добавят рейсы на грузовой переправе «Октябрьский спуск Рождествено». Как уточнили в пресс-службе речного пассажирского предприятия, по новому расписанию 11 ноября из Рождествено паром отправится дополнительно в 19.00, а 12 ноября из Самары в 11 утра. Полузащитника крыльев советов Ивана Бобра вызвали в юношескую сборную России Ю-18. В пресс-службе Самарского клуба уточнили, что футболист примет участие в учебно-тренировочных сборах в Парагвае с 13 по 18 ноября. Иван сыграет в двух матчах против Парагвая 15 и 17 ноября в Асунсьоне. Новый рекоператор по обращению с ТКО отчитался об успешной работе с проблемными адресами. Очищены контейнерные площадки по адресам проспект Карла Маркса, 295, проспект Кирова, 14, заводское шоссе, 40, проспект Кирова, 367, Севастопольская, 11 и другие. С каждым днем все меньше заявок по проблемным площадкам, однако все еще остается много красных адресов, которые требуют внимания. Рекоператор поблагодарил за обратную связь. Также в организации отметили, что продолжают уборку навалов крупногабаритных отходов. Это очень трудоемкий процесс. Помимо этого, по некоторым адресам в планах увеличить число контейнеров из-за нехватки, разрушенные баки заменить и усилить патрулирование и контроль за стихийными свалками. Спортсмены из Самарской области привезли золото и бронзу с всероссийских соревнований по фехтованию. Как сообщили в региональном Минспорте, на состязании собрались около 400 спортсменов до 15 лет. Сборную региона представляли Арина Старова и Леонид Кунбер. Девушка завоевала золотую медаль, а парень стал бронзовым призером.